Я, знаете, как бы скажу так сегодня, тема проповеди, она будет касаться церковности, да, в хорошем, опять же, смысле этого слова, в таком духовном понимании, которое бы, наверное, для нас, для народа Божьего, все-таки бы это пришло, и каким-то образом мы все-таки уяснили, да, и, конечно же, когда слово Божие, оно сеется, когда оно говорится, да, все-таки охота, чтобы слово Божие не только оно затрагивало наш разум и наши чувства, все-таки где-то глубже туда проникало и как бы вот приходило, правда ведь? Знаете, откроем с вами первое местописание, с которого бы я хотел сегодня начать, это Евангелие от Яна, хорошая книга очень, тебе нравится Евангелие? А мне тоже очень нравится Евангелие. Хорошо, четвертое Евангелие, это Евангелие от Яна, будет 17 глава, пожалуйста, это уже, как бы, последние слова Христа, и здесь мы сегодня немножко окунем свое сердце, да, в молитву Иисуса Христа, с первого стиха, давайте, с первого стиха, и что Господь нам сегодня позволит, все-таки постараемся сегодня увидеть. После этих слов, после этих слов, Иисус возвел Отче Свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он, что? Жизнь вечную, хорошо. Сия же есть жизнь вечная, вот, может так было бы перевести в современном переводе, а в чем суть вечной жизни? И вот Иисус Христос, Он высказывает суть, вообще удивительно, да, так сказать, последней, возможно, будет молитв, конечно, у Него там были и гефсимания, да, еще должна быть, и даже те предсмертные страдальческие молитвы и слова, которые Он будет, но все-таки Его уже служение заканчивалось. Уже более трех лет Он проповедовал, Он учил своих учеников, большинство, помните, там, по крайней мере, 72 ученика уже Его что сделали? Оставили, и остаются эти 12 апостолов. И вот здесь, поднимая свои глаза к небу, Он молится Своему Небесному Отцу и говорит удивительные слова. И опять же, эта тема звучит о вечной жизни. И если бы мы сегодня перевели эти слова, а в чем вечная жизнь? И вот Иисус говорит, а вот она в чем, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою, кого? Иисуса Христа. Ну, вообще, тема, наверное, сегодня, вот жалко, что вот я бы хотел прямо с вами быть, поближе быть какой-то, чтобы семейности, как бы это ощущать. Поэтому, конечно, наверное, спросить бы вас сегодня, церковь в городе Екатеринбурга, новая жизнь, скажи новая жизнь, аминь, да будет новая жизнь в нашей жизни. Если бы я спросил, слушайте, а важно ли вообще познание Бога? Да, конечно, да, конечно, важно. Разве не об этом говорит не просто апостолы, да? Мы сегодня, по крайней мере, с вами прочитали слова самого Христа. Он говорит, насколько важно сегодня познавать Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Я не хочу сегодня заглядывать сегодня в теологические трактаты и говорить о том, а где сказано о Духе Святом, потому что мы понимаем, что сегодня Отец Он на небесах, Иисус Христос по правую руку от Отца. Но есть здесь сегодня третья Личность, это Дух Святой, правда? Который сказал о Нем сам Иисус, что Он придет и наставит нас на всякую истину. Аминь. Его невозможно сегодня, может быть, увидеть, но Его можно прочувствовать. И вот здесь Господь говорит о том, что вечная жизнь есть то, чтобы знать именно Бога. И когда я сегодня спросил этот, задал вам вопрос, а насколько важно, ну, познание или знание? Да, конечно, важно, и вы все согласитесь. И мы с Иисусом Христом даже соглашаемся, потому что ведь в третьем стихе Он как раз и говорит о том, насколько, если человек, он хочет иметь вечную жизнь, а вечная жизнь, она непосредственно связана с единым Богом и Господом и Иисусом Христом. Правда ведь? Знаете, как-то я задал одному человеку, ну, вообще о жизни мы разговаривали, а потом о вечности. Он говорит, ой-ой-ой, подожди, а что такое вечности? И вообще для нас вечности это, ну, что такое вечности? Если бы нам сегодня задали. Вот, а что такое вечности? Бесконечность, да? Где нет совершенно чего? Времени. Ну, так или не так? Ну, так, аминь. Ну, я сказал, это не только это, хотя это совершенно правильно. Это еще и постоянство, но самое главное, это и постоянное присутствие самого Бога, который является любовью, благостью, милостью, человеколюбием. Так или не так? Если сегодня нам нужно сегодня веру, правда, свою, вот именно свою персональную христианскую веру, то на небесах нам вера не нужна будет. Правда? А для чего нам вера, когда мы увидим такой, какой он есть? Ну, об этом же говорит Священное Писание. Правда? Но сегодня, по крайней мере, нам нужно это познание. И вообще, когда вот мы говорим сегодня именно о познании Бога, согласитесь, это очень глубокое, во-первых, вот слово само по себе, и его толкование, и понимание. Хотя я скажу, что, почему я задал этот вопрос, вы как церковь здесь, в городе Екатеринбурга, эта тема у вас, ну, так скажу, что насущная. Так или не так? Вы согласны с этим? Да потому что пастор Виктор об этом постоянно говорит. Насколько очень важно познание Бога. Важно? Да, как-то ты здесь уже с раздумьем. Да, конечно, важно. Конечно. Конечно. И вот, знаете, вот, когда мы говорим сегодня о познании Бога, вот, это уже вообще, по идее, это характерная мысль во всей Библии. Знать, в сущности, мы можем о чем угодно. Правда ведь? У меня тут средний сын недавно ушел в армию. Вот уже более месяца в армии находится. Часто очень звонит. И он у меня, интересно, он у меня занимался таким видом спорта. Кто знает, чем он занимался? Кто-то говорит, сноубордом, да. Вы знаете, вот, честно говоря, я, когда меня спрашивают, ну, а как ты? Он очень тщательно сноубордом, и там какие-то грамоты у него есть. Небольшие, как бы, места он занимал, но все-таки. Если бы я сказал, по крайней мере, вам, что такое сноуборд, ну, по крайней мере, вы бы, возможно, вы знали и знаете об этом виде спорта. А кто-то, по крайней мере, и не знает. Ну, правда ведь? Это же истина. Так вот, интересно, что есть слово «знать» об этом, да, а вот есть слово «познать» означает попробовать, распробовать, что-то лично пережить в своей жизни. Правда ведь? Вот лично что-то в своей жизни пережить. Поэтому, когда Священное Писание нам сегодня говорит о том, что мысль, как познание Бога, это характерная мысль во всей Библии, мы полностью с этим можем согласиться и скажем «аминь», и будем, по крайней мере, понимать, что об этом Священное Писание нам раскрывает суть-то вообще этого процесса. Ну, вспомните просто некоторые места Писания, хотя об этом очень много по всей Библии, мест Писания. В притчах есть такое слово «во всех путях твоих не просто знай, а познавай Господа Бога, и Он направит стези твои». То есть, опять же, не просто знать, а познавать, то есть пережить что-то на личном уровне. Ну, если бы у меня сегодня, я уж, простите, меня не заготовил, некоторые, знаете, сюрпризы лично для вас, хотя, опять же, бывают у вас хорошие учителя, которые сюрпризы вам могут сегодня и показывать, и рассказывать, но вот если бы я какой-то экзотический фрукт бы к вам сегодня, предположим, принес бы и сказал, вы знаете, как ты думаешь, вот он сладкий или нет? И чтобы узнать, сладкий или он горький, тебе бы что нужно было бы с этим фруктом сделать? Что? Попробовать, конечно, и тогда бы ты предопределил и сказал, ну, конечно, я все это понимаю, здесь не надо мне, потому что я его попробовал и понял, что этот фрукт мне или нравится, или мне не нравится. Помните, как в Священном Писании есть такой псалмопевец, он говорит, да, познайте, опять же, не просто знание, да, а распробуйте, попробуйте это, познайте, как благ Господь. То есть, в сущности, вы знаете, вот последнее время, когда у нас некоторые события тоже в церкви, которые произошли, Бог через Священное Писание, какими-то пророческими словами и различными, потому что, когда мы говорим сегодня, как Бог говорит, эта тема немножко чуть-чуть я коснусь, вообще Бог говорит многоразлично и многообразно, скажи, многоразлично и многообразно. Потому что даже здесь, по крайней мере, мы можем как-то, знаете, унизить или принизить некоторые аспекты, которыми Бог может, по крайней мере, да, такой великий и всемогущий, просто, по крайней мере, сегодня говорить и пользоваться. Но нам дал очень хорошую сегодня, хорошую истину, где мы можем сегодня заглядывать и проверять, то, что я получаю, правда ли и точно ли это от Бога. Так вот, о познании, когда мы говорим, все-таки это то, что мы сегодня лично распробовали. Очень интересно, пророк Амос, он сократил множество заповедей до закона, до одной. И он сказал такие удивительные слова. «Если взыщете меня, то будете живы». То есть, как бы такой вот, знаете, стремящийся поиск. И мы сегодня говорим сегодня об этом слове, которое «Писание», «Опознание». И это очень глубокое слово, которое применимо, очень интересно, да, применимо к интимной жизни. Ну, вспомните, например, некоторые, да, из Священного Писания слова. Помните, есть такой момент, где в книге «Бытие» говорится про Адама. «Адам познал Еву, жену свою». И она что? И она зачела. Так вот, знание у мужа и жены, я считаю, это самое глубокое из тех знаний, никто так хорошо не знает, как муж и жена друг друга. Ну, кто в браке, тот отлично может понимать, о чем я говорю. Ну, так ведь, правда? И очень интересно, что когда мы говорим сегодня о церковности, то Христос, интересно, Он сравнивает себя с женихом, а с церковью Он сравнивает с чем? С невестой. С невестой. И вот об этом плоде, как познании, да, об этом хорошо известном, да, в таком вот слове, да, когда двое, уже, помните, как сказано, не двое, но одна плоть. И вот когда мы говорим сегодня о близости, да, об этой интимности, которую мы имеем сегодня с живым и всемогущим Богом, что это означает? Это интимность и разума, и души, и сердца, которая рождается при настоящей любви. Ведь вспомните, когда Христос, Он молился с Голгофского креста, разве не этот ли повод любви был явлен? Да, конечно же. Бог так возлюбил этот мир, что Он что сделал? Он доказал, Он послал Своего Сына. И, умирая на кресте, Иисус молился об этом познании. Он не молился о том, чтобы суд пришел к людям, да, из-за того, что они не хотели знать, они убегали. Они убегали, и до сих пор сегодня множество людей, которые, по крайней мере, не ищут Бога-то, правда? Но и мы когда-то в такой же категории с вами были. Это же ведь правда. Хотя разные люди есть. Однажды об одном учителе говорилось, когда более 30 лет ему было, и он пришел к Богу. Многими вещами он не занимался, как-то старался в святости жить и в праведности. И вот когда он пришел к осознанию, к пониманию, к близости к Богу, он молился и говорил удивительные слова. Господь, но ведь я всю жизнь, в сущности, с самого детства искал Тебя. Интересно, что Бог к нему проговорил. Он говорит, а кто тебе дал это желание? Кто послал в твое сердце это желание в поиск меня? Не я ли? Хотя, как я сказал, мы ходим своими путями, и очень часто. И ведь Христова молитва с Голгофского креста, которая была, он не просто молился, он молился и говорил, что отец, прости этим людям, потому что они не ведут, что творят. Да потому что, если бы человек, разве бы так поступал, если бы он был христианин? У меня сегодня интересное общение было с одним человеком. Он, знаете, скажу так, что он не ходит в церковь, но я скажу, что он принадлежит церкви, как таковую, к вселенской. Он читает священное писание, он молится, интересуется духовными вещами. И он мне рассказывал о некотором, об одном человеке, ну, Льве Николаевичу Толстому. И там, интересно, он сейчас некоторые публикации, книги его читает. И там, вы знаете, что Лев Николаевич Толстой, более, когда ему было 55 лет, он только к Богу пришел, пришел и пережил по-настоящему Бога. Я не хочу вам зачитывать сегодня, если вы захотите, вы можете об этом почитать, хотя, наверняка, информация, может быть, у вас уже сегодня есть. И вот он пережил, и он потом некоторые заповеди там, особенно с Нагорной проповеди, вывел. И вот мы сегодня с ним, сидя, рассуждали. Я говорю, здорово, конечно. И он как бы говорил о некоторых вещах, насколько бы это важно, чтобы это практиковалось во всем мире. Я говорю, есть большая разница. Знаешь, в чем? Апостол Павел однажды сказал удивительными словами. Он просто вывел такую формулу. Он сказал, что вот я хочу делать доброго, но чтобы сделать, я просто в себе не нахожу. А злое, которое я не хочу, я наоборот делаю. Поэтому я говорю, вот если и брать некоторые заповеди, вот там в Нагорной проповеди, понимание определенного христианской жизни, то это непосредственно применимо ближе всего к церкви. Потому что вот здесь-то как раз и должна быть и любовь, и дружба, и понимание, и взаимность. Ну так или не так? Ну мы этого ищем. И я скажу, по-настоящему, если человек, он окунает в свое сердце и знает Бога, каким-то образом плоды-то духовности в нем должны процветать и жить. Хотя в начале, когда, возможно, он приходит, это только маленькие, еще ничего не видно. Но доколе мы придем все в единство? Доколе все это созреет? Правда ведь? Ну так или не так? Так. Поэтому, конечно, должно быть это расти. Значит, следовательно, знать Бога значит не только постигать Его головой, но это значит быть в личных и самых близких отношениях с Ним. Подобно самому близкому и дорогому союзу на земле. И как вот мы здесь с вами прочитали, да, да знаю тебя единого истинного Бога и послан тобой Иисуса Христа, то без Иисуса Христа по-настоящему познать Бога просто невозможно. Аминь. Мы в Церкви Христовой. Потому что природа-то Божья, она любовь. Но сегодня, да, представлений о Боге сегодня, конечно же, очень много и множество. Не только у всяких людей и различных религий, но даже ведь у нас среди христиан, правда? Заметьте, когда встречается несколько человек из других церквей, удивительным образом я всегда говорю, Господи, ведь Христос один, но сколько противоречий иногда у нас. Даже среди вот определенного, скажу, учения, в котором мы сегодня находимся, опять же, просто практические вещи. Совсем недавно, тоже с одним человеком, мы рассуждали, ну так скажу, что о будущем, о еврейском народе, и у нас такой жаркий спор был за столом, честно вам скажу. Мне даже жена вышла, по крайней мере. И потом этот человек не говорит такие слова. Он говорит, слушай, ну я бы хотел, чтобы ты меня понял. И знаете что, я вот когда свои чувства убрал, и постарался, сказал ему, послушай, пожалуйста, говори. И когда он там в течение 20-30 минут, по крайней мере, высказывал свое понимание в этом вопросе, я постарался. Я не был, возможно, согласен, но все-таки я его постарался выслушать. Так вот, когда сегодня говорим о познании Бога, да, заметьте, среди нас даже, по крайней мере, да, очень часто много различий, хотя сам Христос молился и говорил, да будут едины, как ты, Отче, во мне, так и я да буду в них един. Ну так или не так? Ну так. И я понимаю, что насколько это важно. Потому что, когда мы говорим о дружбе, о близости, это все равно должно быть каким-то образом подтверждаться определенными плодами и определенными делами. Но если уж не делам, то хотя бы словами. Поэтому, конечно, и сам это, что плохо, что все это происходит в наши дни и служит самым великим препятствием к единению всей Церкви. Хотя ведь сам Иисус, который является главой Церкви, и Церковь обязана повиноваться Ему, молился о единстве, чтобы и мы были едины, как Он и Отец и Дух Святой. И вот я просто увидел, часто бывает из-за незрелости вот такое глубочайшее заблуждение, когда глаз или ухо, помните, когда Христос говорил о теле, Он его всегда говорил, сравнивал Церковь, как тело, правда? Так вот представьте, если бы глаз, ухо, обоняние, сезание, язык, вдруг один из органов сказал бы, я познал вот такой-то Бог, то я скажу, конечно же, это обольщение, самодурство и заблуждение, потому что Господь Бог установил только совместно, слышите меня? Только совместно, мы можем увидеть так картину, как установил ее Бог. Я, знаете, приведу одну интересную индийскую такую притчу, о трех слепцах и слоне. Кто-то не бы знал, знает эту историю, помните ведь, да? Когда подвели трех слепцов к слону и сказали, расскажите, что это за вид? Ну, не сказали там даже животное, хотя они, когда их подвели, один, помните там, подошел к чему? К ноге. Второй подошел к хоботу, ну и там по-разному, а третий подошел к уху. И вот они трогают и делают свое заключение, что же это за такая тварь и на что же она похожа. И заметьте, когда они, по крайней мере, говорили, у всех было совершенно все разное, хотя слон один и тот же. И я здесь увидел одну интересную истину, может быть, она такая, помните, мы с вами говорили, что познание все-таки это, когда сам на личном, на личном, на духовном, вот именно твоем уровне, ты сам это распробуешь. Увидите, как благ Господь, да, познайте его. Вот если бы, по крайней мере, этого слона бы, ну, простите меня опять, за такую формулировку, они бы попробовали бы, этого слона, то у всех бы вкус был бы одинаковый, правда? Даже если у нас поговорка такая, как съесть слона? Постепенно, по мере, да? Вот, по крайней мере. И сегодня, вот, когда мы рассуждаем сегодня о церкви, когда одно из направлений говорит, ты знаешь, вот так вот Богу нужно служить, вот такой Бог. Я думаю, Господи, не об одном ли мы говорим? Почему? Потому что никогда один или какое-то даже направление не может всю полноту вместить познание Бога и какой Бог. Аминь. Аминь. Смотрите, поэтому я глубоко уверен, есть искренние дети Божьи, которые искренне ищут Бога, но это всегда и всего лишь будет часть Божьей картины. Это вот такое, знаете, Божье постановление, которое уводит нас от гордости, от обольщения, но приводит нас к смирению, чтобы увидеть совместность и увидеть вот такую Божью кардину. Поэтому Иисусова-то молитва, молитва единства, совместности. Давайте откроем, перелеснем немножко, чуть-чуть дальше, 19 стих, и прочитаем с 19 по 23 стихи этой главы. Прочитаем с вами и увидим, что как раз вот молитва-то Иисуса как раз и была о единстве, о совместности. Смотрите, 19 и 23 стих. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, а я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. До 23-го. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, а ты во мне. Да будут совершенны воедино. И да познают мне, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Очень интересно. Будьте совершенны воедино. Помните, в Нагорной проповеди, когда Иисус молился и говорил, будьте совершенны, как Отец мой совершенный. И вот здесь вот о какой-то совершенности идет речь. Я ничего буду вам историки какие-то и жизненные. Знаете, есть такие патронажные семьи. Понимаете, когда не только свои, но когда люди как бы берут детей из детских домов. И вот как-то два верующих служителя, у одного служителя патронажная семья, там очень много детей. И вот они как-то, по крайней мере, были в командировке с одним со своим другом. И вот, представьте, приезжают с подарками, несколько недель их не было, приезжают домой. И вот, говорит, когда я пришел, все знали, я позвонил, открылись двери, и все дети, говорит, гурьбой просто летят, сбивают друг друга и кричат, это мой папа, это мой папа. И знаете, облепили все, он там, конечно, подарки. В таком недоразумении он смотрит, потому что, вместо того, чтобы, по крайней мере, какой-то любви было, он увидел, что люди, вот эти, да, люди, извините, дети, они ссорились рядом. И когда они заглянули, он заглянул к другу своему в глаза, а знаете, вдруг проскользнула какая-то очень совершенная мысль. Он говорит, они не поймут, пока не вырастят, что в сущности я папа для них, для всех одинаковый. Правда? Как похоже на нас. Да будьте совершенны, как отец мой совершен. И дай нам Бог всем понять, если мы хотим Божьего присутствия, Божьей славы, она не может быть явлена без любви Божьей и без единства. Мы как-то в этой 17 главе, ну еще и, конечно, в послании Ефесяна еще с вами откроем и зайдем. Давайте перелистнем снова обратно страницу 17 глава из 4 и по 5 стихи. Здесь прочитаем. Смотрите, Иисус говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Ведь согласитесь, смотрите, Иисус очень четко знал свою миссию и свое предназначение. Правда ведь? Смотрите, дальше читаем. «И ныне прославь меня ты, Отче, у себя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». И вот смотрите, когда Иисус, осознавая и понимая, что уже через несколько часов ему придется идти на крест, и он здесь вот как бы говорит к народу и молится, да, пред ними, этой молитвой, он говорит своему небесному Отцу, «Ты поручил мне дело, которое поручил мне, которое я должен быть, исполнить». Ведь я еще раз скажу, что он знал очень хорошо свою миссию. Помните, как только он был призван, он же хорошо знал? Помните, когда он молился и говорил, «Дух Господний на мне, ибо он помазал меня», да, и там определенные дела, которые он должен был совершить. Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятно, отпустить измученных на свободу. Очень интересно, когда ему подали в сущности книгу, да, не он сам избрал эту книгу, книгу Исаии, а ему подали эту книгу. Написано, «Он, открыв, нашел место, которое было о нем сказано». Я вот, когда церкви говорю, я всегда думаю, «Господи, а когда мы читаем Священное Писание, какую часть я, и, может, так сказать, какая часть того слова, которое здесь, в Священном Писании, она отображается с моим сердцем, я себя вижу в этом слове или нет? И вижу ли я как себя еще не только в этом слове, но еще и частью в народе Божьем? Потому что то откровение, которое я получу через Священное Писание, благодаря Духу Святому, это должно, по крайней мере, быть к назиданию кого? Церкви Божьей. Аминь. Аминь. Потому что Господь сказал очень удивительные слова. Он сказал, «Каждому дал Бог благодать по мере дара Христова». То есть есть благодать, которая дана именно Богом для каждого из нас. Но вот здесь вот Иисус, когда Он осознавал и понимал, что это не только правда ведь, здесь о славе так много говорится. И мы с вами, в сущности, для чего сегодня вместе собираемся, молимся, ищем, чтобы, по крайней мере, славы Божьей было больше в церкви явлено. Правда ведь? Аминь. Должно быть больше явлено. Но интересно, когда мы думаем о славе Божьей, что это означает? Это что, что-то земное? Конечно, нет. Это не земное. Это прежде всего то небесное, которое в Иисусе Христе было. Что такое Божья слава? И на что она похожа? Помните это еврейское слово шекина, Божье присутствие? Вспомним, как некоторые пророки, или Моисея, или еще, когда попадали и видели Божью славу. Интересно, что, в сущности, когда мы говорим о Божьей славе, ведь она точно так же, почему Иисус и молился, она не может быть явлена без Божьего единства. Когда каждый член, каждый человек, каждый брат или сестра, вот они вместе соединяются, тогда в этом единстве Бог-то и дает Божью славу. Вы знаете, совсем недавно, ну, по крайней мере, в течение где-то, наверное, месяц назад, Бог дал мне одно откровение, один сон. Вы верите, что есть пророческие сны? Я скажу даже больше. Более двухсот мест Писания, которые говорят о сновидениях и снах. Это тоже одна из частей, когда Бог говорит. И знаете, очень интересно, что я там увидел. Я не буду всю картину, но Бог что-то так вот показал, нацелил мое сердце. Я как бы, знаете, как иногда, как открытая книга, как на экране. Я видел город, я видел множество верующих людей. Да, какое-то время было, я не скажу, но там одна удивительная вещь была. Были все верующие. Были все верующие. И там было общение. И такой большущий город, и как бы вот эти верующие, они жили в этих домах. В этих домах. Но я знал, что, по крайней мере, в этом городе есть храм. Да, храм. Именно там, где собираются верующие, для того, чтобы поклоняться и молиться Господу Богу. И я так спешил, я просто внутри своего сердца глубоко знал, что я должен там быть. Я так спешил. Ну, какие-то дела тут, общение, разговоры, еще какие-то. И вдруг, знаете, когда я смотрел на небо, я не видел такого неба здесь на земле, оно какое-то настолько яркое и чистое. Ну, знаете, как иногда вот читаешь некоторые произведения, да, или какие-то определенные фильмы, вот иной раз, да, такие поставленные, фантастические, смотришь, вот что-то такое необычное видишь, да, вот то же самое я переживал там. Ну, и вы, наверное, да, иногда вот когда ты в каким-то сне бывает, ты иногда такие вещи переживаешь. Иногда ты во сне, как будто вот настолько ярко, что даже чувства твои задействованы и мысли, и все. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? И вот когда я смотрел, оно было такое чистое, такое яркое, и вдруг я понимаю, что время поклонения и время именно хвалы началось. И знаете, вдруг вот то место в середине города вдруг покрывается огромными, огромными, как будто тучами. И вдруг я вижу, представьте, грохнуло, так скажу, полилось, полилось прославление, и вдруг из этого, из-под храма, как бы, да, помните, потому что Священное Писание, оно же подтверждает, чтобы не чуждо что-то было. Помните, как у Иезекииля сказано, из-под храма потекла там реки воды живой, и написано, что такое реки воды живой? Это его голос, присутствие Бога в реках воды живой. Как шум вод многих, помните? Слова эти. И вот когда это, я увидел просто огромные волны, представьте, вот когда иногда, я говорю, какие-то иногда, может быть, фильмы где-то вы видели, но эта вода, которая шла, представьте, она настолько была чистая, я, конечно, в разных, бывал там, как я люблю рыбачить, и в разных, как бы, водоемах был, но я такой воды, она как будто прозрачная была, и она все затопляла, и я вижу, когда люди попадают туда, по идее, она должна их топить, но нет, они живут, они наслаждаются, да, вот этими потоками воды живой. Мы все этого ждем, и Священное Писание же говорит о том, что, да, и нежданно явится Господь в свой храм, я глубоко уверен, но опять же, у меня всегда одна мысль держит, насколько церковь должна быть приготовлена и едина, для того, чтобы слава Божия, по крайней мере, да, она наполняла храм Божий. Аминь. Аминь. И смотрите, когда мы говорим о славе Божьей, Иисус здесь молится о том, что и говорит, я совершил дело, которому ты призвал. И давайте просто представим, какую славу имел Сын. Потому что ведь еще и для Сына, еще и была слава Креста, которая выразилась в полном послушании Небесному Отцу. Помните, как сказано, до смерти крестной. И здесь Он говорит, я совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить, говорит Он. Если бы Иисус не пошел на Крест, Он не завершил бы своего дела. Но Иисус пришел в этот мир, чтобы рассказать людям о любви Божией и показать ее им. Если бы Он не пошел на Крест, получилось бы, что Божья любовь доходит до определенной границы и не дальше. Но Иисус показал, что нет ничего, на что Бог не был бы готов ради спасения людей. И что у Божьей любви у ней совершенно нет границ. Он совершил свое дело, принес Божью любовь людям. Для Него это означало Крест, но Крест был не просто его посрамлением, но его славой, потому что он окончил труд, который Бог поручил ему исполнить. Он навеки убедил людей в любви Божьей. Крест прославил Бога. А как Бога можно прославить? Только послушанием Ему. Ведь смотрите, как дети отдают честь своим родителям, только своим послушанием, а как граждане своей страны чтят свою страну послушанием ее законам, ученик отдает честь учителю, когда послушан Ему. И вот Иисус, Он принес славу и честь Отцу своим полным послушанием Ему. Услышьте меня, пожалуйста. И вот евангельское повествование говорит весьма ясно, что Иисус мог избежать креста, так или не так. Помните, когда Он был в Гефсимании, когда Петр решил даже заступиться за Него, когда Он остановил Его, Он исцелил этого раба, который там пришел для того, чтобы точно так же Иисуса брать. И Он сказал удивительные слова своему главному другу, можно так сказать, Петру. Вложи меч в ножны твои. Как же мне не пить чашу, которую Отец Небесный мне приготовил? Поэтому Его послушание было, представьте, до конца пройти через крест. Но крест это не был конечной точкой. Конечная точка была Его воскресение и прийти во славу Отца. Это точно так же, как и мы сегодня с вами проходим. Ну правда ведь? И дай Бог нам сегодня, да, пройти через этот крест у каждого. Вот сегодня иной раз, когда нужды какие-то бывают, боли какие-то приходят, я иногда поражаюсь и говорю, Господи, дай терпение и благодать и все перенести. Я бы хотел в конце этой проповеди помолиться за одну семью, но то, что вот, я расскажу вам, то, что вот в последнее время у нас из церкви переживают некоторые братья и сестры, я говорю, Господи, дай благодать и это все пройти и перенести. Почему? Потому что, знаете, помните, почему Иисус очень часто посылал своих учеников подвое? Да потому что иногда одному очень трудно нести то бремя, но если рядом окажется брат или сестра, которые соучаствуют в его делах, в его жизни, он сможет пройти. Поэтому Бог не просто создал церковь, но он создал семью, скажи семью, семью, которая, представьте, точно так же проникает сегодня в проблемы и нужды своих ближних. И не этому ли учит нас познание Божье? И не к этому ли мы должны сегодня стремиться к этой семейности и к этому единению и с Иисусом Христом, но еще и друг с другом? Конечно, к этому. Конечно же, к этому. Не об этом ли все Писание постоянно говорит? Читаешь Священное Писание, и о чем они сегодня, особенно послания, которые как бы таким, на том фундаменте Евангелия сегодня служат такой работой, они только об одном, исправляют жизни верующих людей. Но до того момента, доколе мы все придем в единство веры. Мужа Совершенного, в полную меру возраста Христа. Вот прийти к этому. И Бог этого желает. Поэтому Он учит, наставляет, и я верю глубоко, что то, что Иисусом Христом было сказано, апостолами подтверждено и провозглашено, это будет. Это будет. Это будет. Скажите Аминь. Аминь. Хорошо. Хочу открыть с вами сейчас послание Ефесской Церкви. Откройте, пожалуйста, 5 глава. 5 глава. 5 глава. С 23 стиха. Есть некоторые места Писаний, которые мы очень часто приводим, да, во время бракосочетания, наставления мужа и жены. Не знаю, как вы, но мужья и жены иногда очень сильно любят эти места Писания. Хотя, как мы сегодня начали с вами, помните, говорить, что Иисус, когда говорит сегодня именно о Церкви, Он говорит о ней, как о невесте. И здесь вот, как бы, отношение, близости между мужем и женой, чтобы плод был, и чтобы плод этот пребывал у вас и у нас. И вот здесь вот очень интересно, как бы апостол Павел говорит, тайна сия велика, я говорю не просто, да, о семейных ценностях, но я говорю сегодня о Христе и о Церкви. 23 стих. С 23 стиха. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава, кого? Церкви. Он же спаситель тела. Удивительно. Я всегда задавался вопросом, если он хочет, чтобы, или как Церковь, или как народ, или мы, чтобы он спасал тело, значит, Иисус Христос должен быть для меня и для Церкви кто? Глава. Скажи глава. Глава. Аминь. Потому что, заметьте, что через голову настолько много всяких связей, все мысли, все желания, они приходят именно оттуда. Правда? И когда мы говорим сегодня о послушании Христа, настолько он был послушан Отцу. Но ведь не меньше сегодня, по крайней мере, и эти слова и для Церкви о послушании Божьем. Правда? Когда я послушен своему Небесному Отцу и своему Господу, Он Господь жизни, Он Господин, а мы сегодня точно так же слуги, мы повинуемся Ему. Когда я сегодня понимаю принадлежность сегодня церковной жизни и Церкви, как тело Христа для созидания, тогда начинается что-то происходить, то устроение, которое Бог желает, да, видеть, Он желает, чтобы это было среди народа Божьего. И вот здесь, смотрите, дальше говорится Спаситель тела, но как Церковь повинуется Христу, оказывается, Церковь должна повиноваться Христу. У нас в октябре месяце произошли некоторые очень интересные события. У нас вообще вот 2016 год это какой-то год особый. Я не знаю, как для вас, но для нас, для Церкви в городе Ревде новая жизнь, он какой-то очень особый. Вот у нас Саша есть. Саша у нас особый этот год. О, братья и сестры, какой он особый. Знаете, когда мы получаем некоторые слова или пророчества, они настолько иногда удивительны и чудесны. Правда, когда говорится о величии Бога в нашей жизни, о великих деяниях. Знаете, сегодня мне охота сказать этому пророку, пожалуйста, а что там не только великая слава, что мне предстоит претерпеть для того, чтобы это было. И в моей жизни, и в вашей жизни, церковной жизни. Правда? Потому что со своим багажом в Царстве Божьем, ну никак. Так или не так? Поэтому вот узкие врата. И когда я получил, я даже не знал, что оказывается в январе месяце там ждет меня больница, определенные вещи, но там не просто гипсованная нога, а операция. И до сих пор в будущем как-то, по крайней мере, еще кое-что железо поубирать уже. Ну вот такие. Плюс у нас, представьте, у нас было как-то среди вот всех филиалов, у нас было свое, свои, не просто одно здание, а у нас как-то такое благоустройство было. Не сильно может быть охота, конечно, всегда большего, но как-то было. У нас было там служение, милосердие, да, мы принимали там людей с улицы, да, я видел здесь вон Илюшу, да, и они привозили нам этих бездомных, мы там проходили они в доме милосердия определенную работу, и вот когда только я из больницы выписался, лежу, мне говорят, здание, ну не здание, а вот там, где у нас баня была, столовая, там все это служение, вдруг оно сгорает. Ну ладно, пережили это. Мы видим, вдруг Бог обращается опять же, я сегодня говорю, Господи, благослови, чтобы нам понимать, через тело Христово, вдруг мы видим, Бог говорит нам сегодня еще о некоторых вещах, а еще о сгоревшем здании. Мы, знаете, молимся, ищем лица Божьего, и там очень интересно было, у нас в среду молитвенное собрание, также общецерковное, и там было такое показано, когда приезжают на молитву братья и сестры, а там ничего нет. И я до сих пор помню, 4 октября, мы 2 октября справили, знаете, хлебопреломление, места просто не было, мы там трудились для того, чтобы 30 квадратов хотя бы еще прибавить, для того, чтобы расширить немножко свой зал, свое место, потому что уже не вмещались мы там, но не вмещались. Да, представьте, ну вот, и вдруг 4-го, да, у нас полностью все дотла сгорает, все дотла сгорает. И у нас сегодня, и мы тут как-то планировали, как бы сегодня домашние группы собирать, как-то вот объединять их. И вот представьте, когда ничего нету, хочешь, не хочешь, но заставило тебя этой близости искать. И мы сегодня, у нас интересно, что мы собираемся со служителями, у нас одно послание, везде одна и та же тема проповеди звучит. Вот в семи местах мы сейчас собираемся по домашним группам таким, знаете, как бы собраны, стараемся. Раз в месяц мы на хлебопреломлении все вместе собираемся. Когда после того, когда все сгорело, когда мы собрались все вместе, у нас там братья нам уступили и сказали, можете, по крайней мере, когда нужно собираться, это вот дорога к жизни. И когда мы собрались, столько народу, как бы было, мы сказали, как мы в таком помещении все умещались. Ну, знаете, как бывает, в тесноте да не в обиде. И вот когда мы тут последний раз собирались, уже события, как бы это уже дальше, движение некоторое пошло. Все-таки ищем Бога, ищем. Сейчас молитвенные группы сегодня у нас каждый день проходят. Понедельник, вторник, среда. То есть вот там, где сегодня, по крайней мере, сегодня эти домашние группы, там сегодня молитвенная группа движется. И я, знаете, что стал ощущать, где-то, наверное, через несколько недель, где-то через месяц. Все-таки вот есть кафедра, есть вот, по крайней мере, определенное служение, но такой близости, вот как вот мы, да, вот в такой домашней обстановке не чувствовалось. А здесь вдруг мы друг друга чувствовать стали. И знаете, у меня закралась некоторая мысль. Конечно же, хорошо мне тогда было. Ну и сегодня, вот когда вот такое тесное общение, когда Господь посреди, охота и это не потерять. Даже когда мы построим новое здание. И у нас один брат сказал, очень интересно, как будто это новый этап в нашей жизни. Я говорю, ну это не новый этап, это новое продолжение того, что мы уже прошли с вами. Правда? И мы проходим вместе с вами. Некоторые этапы в своей жизни. Эфессианам 4 глава, откройте, пожалуйста. Эфессианам 4 глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Доколе все придем». Я знаете, я просто вижу вот такую Божью картину, состоящую из множества пазлов. Конечно же хорошо, когда народ Божий молится и ищет лица Божьего. Но, как я сказал, никогда Бог одному человеку или даже больше какому-то движению не даст полноценной всей картины. Как-то на Селькоровской, очень интересно, кто на Селькоровской был, у нас помните, там в офисах висели такие большие картины. Помните? Такие там картины из пазлов сделаны. Я, может быть, ошибусь, но, по-моему, это картины из 12 тысяч пазлов. И там, я до сих пор, ну, по крайней мере, у меня в разуме это есть, что они примерно в шести мешочках таких лежали. И в каждом мешочке была особая такая, значит, часть большущей этой картины. Она на три метра примерно. Это метра полтора примерно ширины. Большущая картина. Там такая одна из картин была как раз в благовествовании, по-моему, Марии. Когда Гавриил пришел. Оля, ты помнишь? Ты не помнишь этого? А? Что? Проехали, да? Но там, но я, знаете, что интересно, я увидел такую часть. Я увидел, что это всего лишь маленькая картина. Конечно, очень важно. Но представь, тебе Бог дал этот пазл. Тебе дал этот пазл. Жене дал. Всем по пазлу. Если ты будешь этот пазл в своей жизни так хранить и говорить, это мой. Это от Бога. Конечно, это от Бога. Жень, да кто против-то? Ты вымолил, Бог дал тебе это. Но это не вся картина та, которую Бог хочет нам сегодня показывать. Мы говорим о единстве. Правда? Мы говорим об общем. Поэтому, когда какое-то движение говорит, у нас такое помазание, мы такое. Я говорю, детство мы еще не знаем так, как должно знать. Правда ведь? Еще один пример. И сейчас мы еще прочитаем один интересный стих. Как-то один из отцов церкви прогуливаясь возле моря, он размышлял о некотором трактате. Он хотел написать такой трактат о Боге, как бы показать его характер, его величие. И вот, когда он прогуливался по морю, он увидел мальчика, который выкопал ямку рядом с морем и глиняной чашкой вытаскивал воду из моря и переливал в эту ямку. Когда это служитель церковный, отец из церкви, подошел к нему, он сказал, ты что делаешь? И он сказал, я хочу море перетащить в эту ямку. Он получил глубокое откровение. о таком великом Боге, о таком, вот его, представьте, когда мы говорим о любви или о милости, да невозможно. С другой стороны, что же нам делать? Вообще не черпать. А если бы там десять человек черпало бы, больше было бы воды? А если сто? А если тысячу? А если все объединятся и каждый свою лепту и свою часть принесет? Сколько бы было много воды, братья и сестры? Когда мне не безразлично, вот понимаете, мы ведь много можем говорить о братской любви, но когда, если мы видим сегодня брата в чем-то или сестру в нужде и закрываем от него сердце, то что это говорит сегодня по-настоящему опознание Божьего? Да нет, я думаю, что. Кто-то, может быть, со мной не согласится, я думаю, что, ну, простите, может быть, за узость сегодня словесного какого-то запаса, может быть, даже сегодня, да, но я думаю, что вот это, когда мы молимся Богу, это больше теоретические вещи. Это не значит, что там практики нет. Но когда я свою любовь дарю и мы вот имеем взаимоотношения, это уже больше практически. Так или не так? Поэтому Господь и сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и ближнего, как самого себя. И написано подобное заповедь. Эфесянам, четвертая глава, пятнадцатый стих. но истинную любовью все возвращали в того, тут тоже интересно опять слово стоит, все в истинной любви возвращали в того, который есть опять же глава Христос. вы знаете, о зрелости человека судят по его поступкам во все времена, так и о церкви Господь судит по ее духовным плодам, по ее поступкам. у нас был такой момент, когда мы, как и вы, мы справляли как-то день рождения церкви, и нас один человек позвал на природу, мы всей церковью там собрались, все вместе, были служения, было прославление, было общение очень доброе, и очень хорошее. У нас там звучала одна проповедь, она из книги Экклесиаста, из четвертой главы опять же, ее очень часто применяют именно на бракосочетании, четвертой главы, там с девятого стиха, помните, там говорится о чем? О нитке, скрученной втрое, которая не порвется. Помните, там говорится, если один упал, другой поддержит, очень интересно. Вот я думаю, что-то в церкви есть настолько что-то божественное, да, прекрасное и хорошее, вот этого дружбы и поддержки. нитка скрученная втрое, которая не скоро порвется. У тебя есть? Ты не взял? У нас там был очень интересный пример. Вот представьте, когда приходит искушение, когда приходят какие-то трудности, да, в нашей жизни, потому что жизнь нашего ближнего, это же ведь общая жизнь, правда? Помните, как сказано, если болит один член, то с ним болеют и другие. Если радуются один член, то радуются всем. И там был такой момент, вы знаете, очень интересно, мы брали груз определенный, ну, просто взяли ведро воды и брали тоненькую ниточку. И знаете, интересно, подвязывали, моментально она лопалась. Нитка скрученная втрое, скрученная, не просто три ниточки, но не скрутиться еще должны. Это взаимность, взаимоотношения. Понимаете, о чем я говорю? Вторую, и она тоже так напряглась, но порвалась. Но когда три нитки взяли и скрутили вместе, груз можно было поднимать и даже заниматься. Нитка скрученная втрое. Там в нашем синодальном переводе написано не скоро порвется, кто-то сказал, а в армянской Библии вообще не порвется. Да не должна порваться. Знаете, почему? Ну, мне вот пример этот не принесли, хотя обещал. Вот интересно, вы видели, знаете, какой самый сильный вообще канат? Вот Леша альпинизмом занимается. Ну, занимался раньше Леша, правда? Так вот, говорят о том, что самые прочные канаты это вот эти вот именно те, кто альпинизм занимается. Почему? Потому что там не только эти нейлоновые нити сцеплены, внутри еще идет сердечник. Сердечник. И для церкви нет другого сердечника, кроме нашего Христа и нашего Господа. И что интересно, знаете, вот если бы эти нитки можно было бы даже резать, они все равно внутри. Понимаете? дьявол может прийти побить еще какие-то вещи, но если ты внутри и братство, и вот это отношение любви есть, ты никогда не потеряешься, что бы с тобой ни происходило. Вы слышите, о чем я говорю? Это очень важно. Я бы хотел сегодня, чтобы мы еще помолились, помните, я вам сказал, у нас одна сестра, у ней в октябре только она дочку похоронила свою, а тут недавно, она у нас в церкви очень давно тоже ходит, а тут вот недавно совершенно, представьте, она когда дочку потеряла, я прямо видел за несколько месяцев, вот она жила, пришла, была никакая, тут просто вот любовь Божья, братство, вот это вот когда сестры ее там, молитвы, которые совершались, она жила, и тут муж у нее умирает скоропостижно, сейчас она лежит в реанимации интенсивной терапии, Саша знает Наташа Афонина, я бы хотел, чтобы мы помолились за нее, хорошо, потому что я понимаю, что у нас есть свои нужды, но ведь мы братство, и правда ведь настоящее, церковное, давайте мы поднимемся, помолимся за то слово, а потом помолимся за эту душу, Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сказал святом драгоценном слове, когда слова Христа были провозглашены, я создам церковь мою, это Твоя церковь, это Ты, Господь, за нас, за церковь заплатил драгоценную святую кровь, и мы выкуплены, мы искуплены этой божественной драгоценной силою Твоей, великим драгоценностью, и Господи, даруй нам понимать о великой цене, которая была заплачена за каждого из нас, за церковь Твою, Боже, помоги нам сегодня увидеть и понять, что означает быть в церкви, что означает быть в семье, что означает быть в духовности, в зрелости, Господи, пускай эти заповеди о любви, Господи, они не просто будут на умственном уровне, но каким-то образом, сверхъестественно, по благодати Духа Твоего Святого, они отобразятся в нашей жизни, чтобы мой ближний, он не был безразличен мне. Помоги, Господь, мы просим Тебя, от всего сердца благословляем сегодня церковь Твою, не только здесь, но по всему лицу земли мы благодарны и благословляем церковь Твою во имя Иисуса Христа. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон»